Я с вами полностью согласен. Украина сама должна принять это решение. По поводу пикировки между Брюсселем и Москвой. Может быть, здесь как раз и кроются все проблемы. Я позволю себе воспроизвести нашу российскую позицию по этому вопросу. Между Россией и Украиной подписан и действует договор о зоне свободной торговли. Это означает, что у нас по целому ряду ключевых таможенных позиций обнулены ставки. В этом договоре прописано, что если одна из договаривающихся сторон заключает какие-то аналогичные соглашения с третьей стороной, то любая из стран, участник зоны свободной торговли имеет право из него выйти, либо изъять те льготы, которые предоставляются стране-партнёру в рамках этого соглашения. Если Украина подписывает договор о зоне свободной торговли с Евросоюзом, то она, я не уверен, что вы об этом знаете, берёт на себя обязательство через два месяца после ратификации этого соглашения обнулить таможенные ставки на 85%, а ещё через три года довести это обнуление, по-моему, до 95-98%. Это значит, что если мы сохраним зону свободной торговли с Украиной, у нас есть все основания полагать, что товары европейского происхождения напрямую, транзитом через территорию Украины будут поступать на наш рынок, либо как европейские товары, либо под видом украинских. Это представляет для нашей экономики большую угрозу. Мы ведём переговоры с Евросоюзом. Вели переговоры с Евросоюзом в течение 17 лет по условиям присоединения России к ВТО, добились определённых приемлемых решений. Теперь же в течение 5 или 6 лет ведём переговоры напрямую в двустороннем формате переговоры с Евросоюзом о заключении нового, так называемого, базового соглашения. И здесь у нас ещё много несогласованных позиций. Вот так вот распахнуть свои ворота перед европейскими товарами мы пока не готовы. Мы хотим развивать отношения с Евросоюзом и наверняка будем это делать. Мы понимаем, что сотрудничество с Евросоюзом даёт нам определённые надежды на структурную перестройку нашей экономики, на модернизацию. И мы собираемся использовать это взаимодействие именно в этом ключе. Но любой специалист вам скажет, что для этой модернизации нужно и время, и деньги, инвестиции нужны. Вот так вот за два месяца раскрыть свой рынок мы не сможем. Поэтому я бы попросил наших друзей в Брюсселе, моих личных друзей хороших, в Еврокомиссии воздержаться от резких выражений, что нам для того, чтобы им понравиться, нужно удавить целые отрасли нашей экономики. В некоторых европейских странах безработица сейчас составляет 25, а средней молодёжи до 40% доходит. Безработица в Российской Федерации – 5,2-5,3%. Одна из самых низких за нашу новейшую историю. Мы не хотим никакого всплеска безработицы и закрытия целых отраслей российской экономики. В сельском хозяйстве – это животноводство, это сельхозмашиностроение, в промышленных секторах – это авиапром, автопром и так далее, и так далее. И я бы полагал, что нужно дополитизировать эту тему, а согласиться с предложением президента Януковича и в трёхстороннем формате, как следует, и обстоятельно на эти все темы поговорить. Можно было бы, на мой взгляд, инициировать даже и прямые контакты между бизнесом России, Украины, Евросоюза, прямые контакты между бизнес-объединениями, чтобы те, кто реально делают экономику, встретились, друг с другом поговорили, рассказали о своих озабоченностях, сформулировали свои подходы и предложения, а мы, в свою очередь, приняли бы соответствующие административные решения. Но в любом случае, выбор, с кем подписывать соглашение в зоне свободной торговли, оставаться ли в зоне свободной торговли с Россией, это суверенный выбор самой Украины. И мы без всяких сомнений будем уважать этот выбор, каким бы он ни был.